городская программа здоровья обещание и реальность по городской программе здоровья можно говорить очень долго и наверное будет многим интересно и самое главное мне бы хотелось чтобы было интересно прокуратуре и антикоррупционным органам до антикоррупционным ведомством но я хотела бы наверное для того чтобы это было понятнее нашим зрителям привести один пример по городской программе здоровья притча во языцах до больницы скорой помощи больницы скорой помощи которая была построена которая должна была быть муниципальной то есть она должна была быть доступна гражданам я кстати вот недавно выписалась из больницы и очень страдала вот смотрела на эти стены облучены я с детьми лежала в больнице и мне было больно потому что я представляла что я с детьми с двумя маленькими детьми могла бы быть хорошая больница врачи то у нас хорошему зданию да я я да могла бы лежать с детьми в комфортной хорошей красивой больнице где мои дети не получили бы стресс видя хоть даже стены эти музыки да да я так вот больница скорой помощи она была построена она была сдана она была передана городу да и городу нужно было только завести оборудование вопрос цена вопроса была в 200 миллионов гривен цена вопроса в принципе для бюджета одессы в 2 миллиарда ну вы же понимаете вполне подъем вполне вполне подъемно плюс можно было привлечь инвестиции я думаю что это не было бы большая проблема меценатов да инвестициями и не инвестициями на меценатов благотворителей в принципе это было бы большая проблема ибо на программы наших кандидатов будущих верховную раду городская власть прекрасно тратит намного больше мягко говоря смотрите больницу скорой помощи получил город получил и вдруг оказалось что в городе нет денег на нашу больницу нет денег и что происходит город сдает это здание в аренду частной клиники делает подъезд клиники с 30 миллионов а денег нет денег нету подождите делает вернее как подъем да делает подъезд на за 30 миллионов и сдает в аренду за 30 миллионов то есть имеем 60 имеем 0 условно условно имеем доль получили от аренды сделали подъезд для частной клиники вот сейчас мы городской бюджет имеет ноль дальше есть городская программа здоровья по которой 30 миллионов в позапрошлом году это в семнадцатом году было выделено на я вот уже говорила на операции для одесситов эндоваскулярной хирургии опять же я уже говорила повторюсь эндоваскулярная хирургия это не что-то экзотическое это сосуды сердце инфаркты инсульты и почки то есть это это самые распространенные болезни на которые есть у людей это инфаркт и инсульт это жизнь полна стрессов за соответственно страдают на свою теорию 30 миллионов гривен это сумма которая была выделена по программе здоровья для того чтобы одесситы бесплатно в клинике святой екатерины которая находится сейчас в здании больницы скорой помощи польный были сюда но она уже не мы не должны должны были бы получить медицинскую помощь операции на 30 миллионов гривен да это почти миллион долларов восемнадцатом году в 2018 оказала эту программу немножко уменьшили до 20 урезали бюджет про знаете почему почему потому что никому операции делать у нас оказывается одесситы не здорово за все эти болезни меня и когда журналисты спрашивают а по какой схеме вообще определяются люди которым нужны нужна как его критерии не не сами критерии схема какой такой по какой выделяется какая сумма выделяется это сумма каждого пациента дали она как получить там список этих пациентов как у какие услуги они получили понимаете сколько человек когда когда статистический отчет городском управлении они сказали что они не в курсе ну да она программа городская да конечно и программа которая выедает десятки миллионов гривен каждый год это один из примеров того как работает городская программа здоровья это для понимания одесситов то есть смотрите какая ситуация возникает деньги эти вывели частная клиника функционирует одесситы да то есть критерии бабла в природе одесситы мрут да да то есть вот вот собственно вот вам и городская программа здоровья в детстве в день она на определенном конкретном придано вот я просто вам привела слову хорошо примеры замечательный то нужно сделать чтобы наконец-то городская программа здоровья заработала не на бумаге а на деле смотрите я вам скажу честно любая городская программа для того чтобы заработала как и везде нужен очень очень жесткий общественный контроль просто жесточайшие и требования но тут еще знаете тут еще требования качества наших депутатов потому что программы тоже принимают и депутаты в том числе они голосуют за эти программы изменить качество депутатов для изменения качества депутатов должны измениться наши требования депутат к кандидату в к депутату, если быть более точным. К кандидату, к депутату, да, наши требования, они могут измениться вот прямо сейчас. Тем более, выборы не за горами. Ну, опять же, вот вы сейчас говорите вещи, как говорят все, там, выборы не за горами, давайте что-то для себя выпросим. Нет. Не выпросим, а будем голосовать за того кандидата, который действительно не словом, а делом доказал, что он может быть. Слушайте, ну, а откуда вы сможете, откуда вы будете знать? Я могу вам привести пример, я не буду, опять же, проводить рекламу, в Малиновском районе. И был один общественник, он сейчас журналист, он ведет свою программу, он до этого вел программу, он весь Малиновский район облазил, он этим бабушкам помогал, они его все в лицо знают. Он копейки, да, он небогатый человек, он честно работает. Просто нормальный, актив занимающийся социальную позицию. И они его все, и до сих пор они его все знают. И когда у них какие-то проблемы, они кричат, я сейчас позвоню туда-то, туда-то, да, там, в ЖЭК, его все начальники ЖЭКа. И знаете, когда пришли выборы, никто за него не голосовал. Видите, значит, еще что-то с самосознанием наших горожан. Пока не так. Пока, значит, тогда вот пока не изменится это, говорить об изменении и том, чтобы работала городская программа здоровья или зоопарк 100, или любая другая программа, значит, еще рано. Значит, мы еще не готовы к этому. Мы не готовы жить. Знаете, как у нас все до единого кандидата, по-моему, кроме куч, мы шли президентские, шли с лозунгом «Жить по-новому», да, там «Жить иначе». Все жить по-новому. А вот мы недавно говорили с журналистами, и ни один не шел с лозунгом «Жить и по-людски». Я хочу жить по-человечески. Я хочу жить не по-новому, я просто хочу жить по-человечески. И вот пока у нас не будет этой планки, что давайте жить по-человечески, пока не о чем говорить. ПОДПИСКИЙ СИГА ПОДПИСКИЙ СИГА